Депутаты Неницкого округа выступают за увеличение размера денежной компенсации за коммунальные услуги специалистам сферы образования, культуры и спорта, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах региона. С таким предложением парламентарии вышли на заседание комиссии по рассмотрению бюджета Неницкого округа на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. Денежную компенсацию затрат на коммунальные услуги сегодня получают 684 специалиста сферы образования, культуры и спорта, работающие и проживающие на селе. На эти цели в проекте бюджета на 2018 год предусмотрено 9 млн 876 тыс. рублей. На стадии согласования расходов по данной статье депутаты выступили за увеличение размера компенсации затрат на коммуналку. Было озвучено предложение увеличить компенсацию на 80%. Но это можно сделать только путем внесения изменений в нормативные документы, поскольку у нас размер установлен нормативными документами администрации Неницкого автономного округа. Но все же, если это повышение произойдет, то дополнительная сумма финансирования составит 7 млн 908 тысяч 800. В свою очередь, представитель губернаторов собраний депутатов округа Наталья Сидорова отметила, что увеличение этой меры поддержки с учетом районного коэффициента, на чем настаивают депутаты, повлечет дополнительные затраты не только по департаменту образования, культуры и спорта. Притом эти 8 млн у нас пойдут только по образованию. Мы должны понимать, что у нас получают специалисты из всех других сфер, поэтому суммарно это будет сумма. Больше сейчас очень сложно сказать, насколько, поэтому просьба все-таки согласовать сейчас запрашиваемую сумму департаментом, а далее к этому вопросу мы вернемся. Сегодня компенсация затрат на коммунальные услуги определена в размере 1200 рублей в месяц. По словам вице-спикера собрания депутатов Татьяны Бадьян, этой суммы недостаточно для специалистов, работающих и проживающих в сельской местности. Потому что 1200 в месяц не учитывает региональные сложности, она идет общая в России. К поправкам, учитывающим региональные особенности и предусматривающим применение районного коэффициента к данной мере поддержки, парламентарии вернутся в начале следующего года. Еще один вопрос, на который обратили внимание депутаты, касается стоимости питания в образовательных организациях. Парламентарии выступают за увеличение стоимости горячих школьных обедов с тем, чтобы улучшить их качество. На имя губернатора Ниньско-автономного округа было направлено письмо и предложено три варианта увеличения стоимости питания. Это индексация стоимости продуктов питания ориентировочно на 20-30%, но при таком варианте появится возможность сформировать более качественное разнообразное меню, но вместе с тем увеличится нагрузка на родительский бюджет, потому что 50% оплачивают родители. Второй вариант, представленный губернатору, включить стоимость доставки продуктов в норматив расхода на организацию питания. И третий, применить поправочные коэффициенты для самых удаленных населенных пунктов – Бугрино, Амдр, Мышойна, Каратайки и Усть-Кары. По всем трем вариантам департамент готовит точные расчеты. Напомню, сегодня школьные обеды в Наринмаре и на селе стоят 97 и 107 рублей в день соответственно. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал Север.